Здравствуйте! Сегодня проводится акция «Уступи дорогу маленькому пешеходу». В честь этого мы хотим вам подарить самодельные подарки. То, что для инспекторов ГИБДД рутина, для лесногородских школьников праздник. Они даже готовились к профилактическому мероприятию заранее. Вырезали с цветной бумаги ладошки и писали пожелания водителям. И таким образом убили сразу двух зайцев. И сами правила дорожного движения повторили, и автомобилистам напомнили. Мне кажется, что нужно всем, без исключения. Так как и пешеходные должны знать правила дорожного движения, чтобы не было разных аварий. И водители должны уступать в дорогу. Детей это сплочает. И на этих мероприятиях они учатся вести себя правильно на дороге. Сначала водители настороженно относятся к незапланированной остановке. Потом на их лицах появляется улыбка. Они понимают, что такие акции важны не только для юных участников дорожного движения. И для водителей, для пешеходов, для всех. Это взаимно. Я вот стою, наблюдаю это очень. Молодцы. Почаще надо проводить, и как бы водители будут задумываться уже не гонять. Впереди летние каникулы. Свободного времени у школьников станет больше. Начнется дачный сезон, а вместе с ним и поездки на велосипедах и роликах. Именно поэтому акция «Уступи дорогу маленькому пешеходу» сейчас актуальна как никогда. Уровень культуры участников дорожного движения за последние годы вырос, говорит Виталий Андреев. Но не так сильно, как хотелось бы. И если большинство водителей о своих обязанностях чаще всего помнят, то пешеходы нередко забывают. Не только одни водители, но и пешеходы соблюдали правила дорожного движения. Пешеход, подходя к пешеходному переходу, убедился. То же самое, это основная проблема. Пешеходы, которые идут в наушниках, в телефонах, подходя к пешеходному, они не обращают внимания и думают, что если они на пешеходнике, то нужно смело идти. Но тут нужно, чтобы соблюдали правила дорожного движения как с одной стороны, так и с другой стороны. В Лесногородской школе правила дорожного движения изучают так же глубоко, как, скажем, литературу. Расположение учебного заведения обязывает. У нас много видеороликов, мы ездим на ЮИД, вот наша команда. Это очень весело и познавательно, зато мы никогда не нарушаем правила дорожного движения. По статистике, на территории обслуживания 10-го батальона число наездов по вине самих пешеходов равно числу наездов, произошедших из-за водителей, нарушивших ПДД. А это в очередной раз доказывает, взаимное уважение поможет значительно улучшить ситуацию на дорогах. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.